Слава Украине! Приветствую от Полонского! Ребята, есть такой славный квартал, он называется Орекс. Орекс, это нидерландский квартал, портал, извините меня, а не квартал, да, так говорился однако, да? Да, очень интересный портал, который считает потери, потери наши и потери расистов. Кому интересно, можете заглянуть. Так вот, сейчас я хочу остановиться на потере техники, именно техники расистов, которые, вот внимание, такое слово, задокументировано, каким образом, фото, видеосвидетельства оригинальными. Понятное дело, что в войне не всегда, точнее, далеко не всегда удается вот сфотографировать, понимаешь, лупанул по танку, эй, подождите, ребятка, а ну-ка я тут с телефончиком сейчас, опа, 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 а ну под этим ракурсом, да? По тебе же тоже стреляют, но не всегда получается задокументировать это дело. Понятное дело, что требовать от бойцов, чтобы они еще и сняли на телефон, видеокамеру, фотоаппарат, на что-нибудь, ну, ребята, это вы же понимаете прекрасно. Это очень часто невозможно, поэтому вот эти вот потери спокойно можно на полтора, на два умножать, потому что они все снимают, увы и ах. Да, или там с беспилотника не увидели, еще что-то такое. Так вот, к чему я веду, сейчас посмотрим, какие у них потери на самом деле, не на самом деле, а те, что задокументированы, те, на что есть фото, видео, свидетельства. Так вот, расисты потеряли по фото, видео, свидетельствам 1928 танков, 1928 танков. Напомню, по нашим сведениям, они потеряли 3200 танков. Это, мне кажется, где-то плюс-минус, где-то плюс-минус правдой, потому что, ну, еще раз говорю, ну, иди с ними. А если из пушки расхринячили танк, там, на расстоянии 2 километра, это как снять? А если джавелином лупанули, или там стугной за 4 километра, это как снять? То есть, ну, всякие, ну, стугной еще снимешь, потому что ты хотя бы отслеживаешь ракету. А джавелин сам полетел, или градом куда-то попали по танку, ну, вот, сгорел. А кто же это снял? Никто. Поэтому, понятное дело, что снимают, дай бог, если процентов 60-50. Вот, значит, снято 1928 подбитых фашистских танков. А теперь давайте посмотрим, что именно, точнее, как именно. Потом еще посмотрю, что именно. Значит так, разбито при этом 1168, повреждено 100, заброшено, то есть, экипаж удрал, бросив танк, непонятно, разбит он, не разбит, черт его знает, 106 штук. Захвачено украинцами, барабанная дробь 554 штуки. 554 танка мы у них захватили, учитывая, что мы потеряли где-то до 500 танков к этому моменту. То есть, мы, мало того, что мы восстанавливаем свои танки, потому что сейчас мы свое производство открыли уже в Польше, где расисты его достать просто-напросто не могут. Там те же самые Т-64, наш основной танк, восстанавливается аж бегом. Другие танки будут восстанавливаться в Румынии, то есть, там все нормально, это все работает. То есть, мы восстанавливаем те танки, которые мы теряем. А вот расисты нам подарили, точнее, расистский линглист нам принес, благодаря нашим воинам, которые сделали так, что расисты удрали и оставили нам эти танки. 554 танка. Больше, чем расисты у нас подбили. Вот на секундочку подумайте. Да, и среди них-то есть очень интересные варианты. Я не буду даже считать, там, среди них, там, 258 Т-72Б. Сейчас просто там, где очень много. Это же все свидетельство. То есть, 84 Т-72В. Один, так, 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 тут. 304 Т-72В, Б-3, наверное, или В-3. 230 Т-72В-3 образца какого там года? 2016 года. То есть, там их море. На самом деле, есть очень интересные танки. Т-80, например. Сейчас просто посмотрю. Тут есть Т-62, Т-72, Т-72. Дальше пошли. 94 танка Т-80У. Ну, тут по 2, по 6 разных моделей. 75 танков Т-80БВМ. 35 танков Т-90А, знаменитые вот эти Т-90. Потом 18 танков Т-90М. 6 танков Т-90С. 1 танк Т-90АК. 230 неизвестных танков. То есть, речь идет о том, что Т-90... Ну, Т-90 у нас на Горчатике стояло. Много. Вот, когда вот парад был, подбитая расистской техники. Я уверен, что их сейчас всех... Они были в таком состоянии. Часть этих тупо была брошена. То есть, они были почти целенькие. Сейчас их там быстренько подшималили. Они уже воюют, эти танки против расистов. То есть, мы видим прекрасно, что они потеряли за эту войну только по задокументированным свидетельствам полтора раза больше танков, чем они их приготовили в начале войны для атаки на Украину. Вот вдумайтесь на секундочку. Теперь, смотрите, что еще по бронемашинам. То, что заснято. Ну, тут вообще, тут мало заснят. Скажем так, если танк, это такая махина, которую вот когда подбил, снимают сразу, да. То бронемашины, когда их подбивают, ну, гораздо меньше снимают. Соответственно, меньшее количество, соответственно, мы видим по цифрам Орекса, потому что просто фотовидиво свидетельств меньше. А понятно, что бронемашин гораздо больше разбивается, чем они тут засняли. Значит, они засняли 827 бронемашин, из которых 518 разбитых, поврежденных 14, брошенных 30, захваченных 265 бронемашин. Ну, тут, скажем честно и откровенно, бронемашина где-то, я не знаю, одна из пяти снимается и так далее, и так далее. Так вот, смотрите. О, вот очень интересные цифры теперь, которые дают Орекс. Это только по, это только, опять-таки, то, что сняли. Вот Орекс дает, у нас сегодня юбилейный день. 10 тысяч, ну, на 6 утра сегодняшнего дня, 10 тысяч 4 единицы техники различной, расисты в Украине потеряли. 10 тысяч, на сегодняшний день, не вижу повода не выпить, честно говоря. Далой антиалкогольную компанию. Вот, 10 тысяч единиц техники расисты потеряли. Это в страшном сне, в начале этого всего дела Путину не верилось, что он 10 тысяч единиц техники в Украине просто сольет в унитаз. Причем, при том, что новое он произведет никак не в состоянии санкции. Да, из 10 тысяч единиц техники разбитых 6472, поврежденных 304, брошенных 394, захваченных Украиной барабанная дробь 2834. 2834 единицы техники захвачены Украиной, расистской техники. Это еще раз говорю, это не украинский портал, это Нидерланды, и считается только то, на что есть фото-видеосвидетельство, тупо. Что-то надо еще объяснять? Вот и я за это. 2834 единицы техники, это армию, я не знаю, ну в армии Португалии понятно, что такого близко нет. Это можно армию Великобритании еще одну оснастить полностью, да, от начала до конца. И будет неплохая армия получится, да, или Польша, или армию Польши еще одну. Вот так вот, ребята. И еще раз говорю, это только то, что снято. Вы же прекрасно понимаете ее намного больше. Особенно, что касается разбитой, сожженной и так далее, то, что там по полям гниет. Под Киевом только, наверное, столько гниет. Когда их там в переплавку отправят на заводы, неизвестно. Потому что она там стоит десятками единиц. Но под Дерпенем, Стоянки и так далее, и туда дальше, в сторону Макарова. Разбито по лесам все это, в хлам раздурачено и так далее. Вот так вот, ребятки. То есть, мы прекрасно видим, что даже по самым скромным оценкам, которые и близко не являются оригинальными, теми, что есть на самом деле, в силу тысячи и одной причины, на сегодняшний день 10 тысяч фотографий разбитой рашистской техники. Слава Украине!